Итак, господа, мы с вами сейчас находимся в жилом комплексе Континент. Хороший такой комплекс. Жалко, тут нет трехкомнатных квартир, а то когда-нибудь я бы на него позарился. Что мне здесь нравится? Индивидуальное газовое отопление. Я сейчас вам подробно покажу и расскажу. На этапе чернового ремонта мы здесь его закончили. На втором этаже квартира третьего корпуса. Как правильно сделать отопление и, соответственно, чем оно отличается от обычного отопления. Можно поставить радиаторы, а можно сделать теплый пол. Выбор за вами. Но, в принципе, если есть индивидуальный газовый котел, то даже маленькие планировки – это экономия места, потому что не нужно будет ставить батарею. Пойдемте смотреть. Итак, давайте я вам сначала покажу планировку. Вот в таком виде у нас оконченный черновой ремонт, то есть стяжка пола. Здесь она ручная была, поэтому здесь ценник подороже, чем стандартный ремонт на 2000 за квадрат. Здесь у нас щитовая. Здесь коллектор. Мы к нему повернемся еще. Получается, вот это у нас санузел. Цементной штукатуркой сделана. Установлена инсталляция. Далее, вот здесь, вот с правой стороны, у нас получается вот такая просторная кухня-гостиная. Вот он, газовый котел. Здесь выход на балкон. На него мы не пойдем. Ригельная здесь система. Видите, все примороженные уже подрозетники, замажены в штробы. Зато провода, как я уже говорил, утоплены, как положено. Внутри. Ровненько в штробе. Все размечено по проекту. Вот в таком состоянии у нас законченный черновой ремонт. Такая вот небольшая комната. Ее можно использовать как кабинет, может быть, как маленькую детскую. И еще одна спальная комната. Вот таких вот размеров. Тоже здесь вот проходит такой ригель. Установили здесь радиатор отопления. Также здесь, по-моему, теплый пол тоже сделан, да? Здесь электрический. А, здесь электрический теплый пол. И в маленькой комнате еще сделали электрический. Возможно, подключение. То есть его внутри нет, это делается под плитку уже. Вот, пойдем по поводу вот этого замечательного коллектора. Расскажи нам, пожалуйста, что у нас за трубы, потому что не все зрители понимают. Давай. У нас коллекторы идут. На отоплении 4 комната. Раз, два, два, четыре. Один на прихожую, санузел и два идут на зал-гостиную. То есть кухню-гостиную. Ну, подача и обратка через насос. Также у нас идут коллектора на радиаторы. То есть три радиатора в комнате и в одной, в спальне, детской и в зале. Это он на всякий случай подстраховался для тепла. Очень любит тепло. У нас заказчик. Так, а вот этот насос обязательно ставить? Да, это потому что, чтобы поддерживать. У нас радиатор и теплые полы работают в разных температурных режимах. То есть несмотря на то, что есть там в самом газовом котле есть свой насос, да? Там насоса его не хватает. Его не хватит, мы решили вот сюда поставить. И чтобы насос ровно распределяет подачу. То есть у нас теплый полы рассчитан на 40 градусов, а радиатор у нас рассчитан на 60 на 80. То есть он распределяет. То есть, ребят, если вы хотите качественно сделать ремонт, то вы обращайтесь к специалистам, которые соображают, как правильно сделать. Потому что есть многие люди, которые покупают квартиры, говорят, я ремонт сделаю сам. Я купил паяльник, я знаю как, но всех вот этих технических моментов, параметров многие не соблюдают. Поэтому, что касается инженерных всех сетей, водоснабжения, отопления, электрики, лучше всего обратиться к профессионалу. Потом, да, вы можете самостоятельно поклеить обои, если не отвалится, вам никто ничего не скажет. Это не влияет, так сказать, на какую-то безопасность. Вы можете постелить там ламинат сами. Ради бога, кто-то умеет, хочется экономить денег, пожалуйста. Но что касаемо вот этих всех инженерных сетей, тут я прямо 100% обращался именно к специалистам, которые соображают. Вот такой вот черновой ремонт, все то, что вы увидели, стоит на сегодняшний момент 17 тысяч за квадратный метр. А в черновом ремонте у нас есть определенные допы, которые выходят. Что такое допы? Дополнительная работа. Это у нас трасса кондиционера, которых здесь нет. Вот здесь будет установлен кондиционер, да, место под него, который устанавливают наши партнеры. По поводу, опять же, трассы вам скажу. А, вот она трасса, прошу прощения. Вот, если вы не сделаете эту трассу в черновом ремонте, то потом в чистовом вам нужно будет либо короб какой-то делать, но это будет некрасиво. Поэтому обязательно трасса кондиционера делать надо там, кто будет вам устанавливать потом на кондиционер, либо где вы будете покупать. Это будет тройная гарантия. Мы делаем это специально с нашими партнерами, которые дают первое, а, это сама трасса гарантия, монтаж самой трассы, и когда восстанавливают кондиционер, тоже полноценная получается гарантия. Еще дополнение какое? Это сам коллектор. То есть, когда мы делаем теплые полы, считаем 2000 за квадратный метр, монтаж коллектора зависит, опять же, от контуров и сложности. Есть траймы, есть накладной, есть вот какие-то насосы, есть всякие фильтра там и так далее, это все тоже отдельно. Монтаж инсталляции. Опять же, есть те, кто выбирает в черновом ремонте просто под унитаз, это выходит, получается, выход, да, канализационный, и все, мы его оставляем. И, пожалуйста, если нужно смонтировать, естественно, нужно ее покупать при черновом ремонте, и монтаж требует дополнительных работ. И установка, монтаж радиаторов. Здесь вот радиатор, здесь, потому что мы выводим выводы, а там уже заказчик может в дальнейшем применять, либо он захочет, там, не знаю, какой-то радиатор напольный, например, да, кто-то вертикальный ставит. Поэтому это тоже считается просто дополнением к черновому ремонту. А в целом, все то, что видите, это 17 тысяч из-за того, что здесь ручная стяжка пола. Иначе было бы 15 тысяч за квадратный метр. В общем, вот такой черновой ремонт, ребят. Обращайтесь, если кому-то нужен ремонт в городе Сочи, мы с удовольствием вам поможем. Но зато у нас бесплатно это планировочное решение, которое мы делаем, и я про него вам рассказывал. Недавно снял видео, вот, подробное по живому комплексу летний, в котором показал, где что размещается, как правильно планируется и так далее. Вы можете самостоятельно нарисовать на коллеге там, где у вас будут розетки, где у вас будет перегородка, как у вас будет проводиться, там, не знаю, отопление, где у вас будет установлен кондиционер. Но много мелочей, которые вы можете не знать. Это первое. Второе. Лучше всего это делать грамотно. Поэтому мы обязательно это делаем на электронном фотоформате. Распечатаем, приходят сюда, допустим, штукатуры, которые выкладывают там перегородки. Они зашли, выложили все перегородки по проекту, заштукатурили стену, приходят сюда электрики. Они берут схему, по схеме четко везде есть размеры, везде будет понятно, где кабель для интернета, где для телевизора, допустим, где-то бра будет висеть. И все остальное делают все по проекту. То же самое приходит сантехник, сантехник приходит, смотрит, где у него какие узлы, то есть будет ли теплый пол, значит, теплый пол, где будет коллектор, он тоже там указывается, где будет по сантехнике разводка, где здесь душевая, да, допустим, будет, где будет стоять инсталляция, где будет машинка стиральная, да, что вот еще здесь, умывальник, раковина. Это все нужно с размерами сделать так, чтобы это у вас потом было эффективно, хорошо, качественно, и чтобы вы потом не страдали. То есть, как и инженерные сети, весь черновой ремонт, грубо говоря, нужно сделать на этапе начальном правильно, а потом вы уже можете выбирать, какой вам надо стены, лампевой, покраска, декоративная штукатурка, обои, на полу может быть ламинат, кварцвинил, кафель и так далее. Здесь уже в черном ремонте это никак не влияет. Единственное, я бы еще хотел сказать по поводу теплых полов электрических, да, в принципе, самое лучшее, наверное, это электрический теплый пол использовать под кафель, потому что если мы поселим ламинат, и если это будет кабель нагрева, то, соответственно, он здесь не пойдет. Здесь тогда нужно инфракрасный тогда подогрев пола делать. Вот, ну а пока под кварцвинил нужно будет тогда заливать дополнительно заливной пол. Почему? Потому что если здесь также будет, например, теплый пол монтируется электрически, тогда здесь будет стяжка, ну, немножко будет заливаться пол клеем, плитка плюс, то есть будет выше. Поэтому для того, чтобы выроводить, нужно будет заливать по периметру, соответственно, заливной пол. Ну, здесь чуть-чуть, да, ребята, сделать. Вот такие вот у нас изменения, законченный ремонт в жилом комплексе «Континент», еще раз можете к нам обращаться, надеюсь, видео вам понравилось, лайк поставьте, всем хорошего и правильного ремонта, пока. Мы находимся в жилом комплексе «Летний», квартира у нас 205-я, ребята, у нас закончились здесь штукатурные работы. Все получилось ровно под маячки, маячки пластиковые, как обычно, чтобы их не вынимать, они так масса нам остается снимать. Здесь убрали перегородушку, которая была, ну, соответственно, все выровняли. И сам узел полностью сделали его цементной штукатуркой. Следующий этап у нас – разводка электрики. Немножко сейчас тены подсохнут, и зайдут ребята электрики, будут делать свою работу. Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре апартаментный комплекс «Моравия», который находится на курортном проспекте. И приехал я сюда на замеры новой квартиры, на ремонт, встретиться с клиентом, обсудить, какие у нас моменты по планировке и так далее, какие у него мысли. Ну и заодно зайдем в квартиру в первом корпусе, в которой мы уже выполняем чистовой ремонт. Такие вот здесь классные виды открываются с окна. Я на третьем этаже квартиры, в которой мы проводим чистовой ремонт. 35 квадратов она. И здесь у нас стены готовы под покраску. Сейчас у нас идет монтаж кварц-винила на пол, и после этого мы будем устанавливать двери, а не скрытого монтажа, инвизибл, профильдорс. Вот такой кварц-винил под камень. Хорошо укладывается, стыки абсолютно не видны. Все аккуратненько и ровно. Ну и давайте посмотрим, какие здесь вообще есть моменты в этой квартире. Моменты вот такие вот. Здесь у нас установлены конвектора внутрипольные. Объясню почему. Потому что у нас такие витражи, окна, пол. И выбрали именно это решение. Здесь, конечно, у нас в этой комнате то же самое. Это усложняет немножко работу по укладке кварц-винила. То есть нужно будет делать чистые резы. И плюс к тому, чтобы у нас все это было аккуратно, ровно, без всяких неровных стыков и так далее. То есть мы здесь подготавливали пол. Подготавливали мы его. Наливной смесью. Вот здесь это видно в коридоре. Пол изначально выравнивался, поднимался в нулевой уровень, чтобы у нас не было порожков. Санузлом. Это у нас санузел. Здесь уже плитка готова. Стоит даже сантехника частично. И сейчас он у нас в роли склада. Вот так как мы здесь занимаемся полом. Ну и плюс к тому, к конвекторам будет еще отопление. Вот теплый пол, инфракрасный. Вот такая пленочка стелется. Выводятся датчики. К терморегуляторам они будут установлены в трех местах. У нас три здесь теплых пола. Один из них в санузле. Чем хорош этот пол инфракрасный? Тем, что он быстро очень нагревает поверхность. Ну минус тем, что он быстро остывает. Если вы выключаете, то пол буквально через пару минут становится холодный. Ну и плюс к тому, он не сильно много потребляет энергии. Достаточно экономный. Ну вот такие работы здесь проходят. Напомню, мы здесь работаем по дизайн-проекту. И здесь будет, так скажем, много новых решений. И они будут интересные. Вот поэтому, кому интересно, оставайтесь на канале, смотрите. Напомню, стены под покраску, двери скрытого монтажа, инвизибл. Ну и потолок, я думаю, что здесь и вот в этом месте, да, вот это у нас, напомню, гардеробная, будет парящий. Четвертый этаж первого корпуса. Наша квартира 145. Проходим двери здесь. Как и во всех корпусах открываются вовнутрь. Вот такая малышка. Света, к сожалению, здесь нет. Ну что сделаешь? 18 квадратов. Санузел от застройщика уже выделен. Ну, наверное, эти перегородки нам придется убрать. Хотим немножко их сдвинуть, чтобы здесь освободилось хоть еще капелька места, чтобы у нас вместился кухонный гарнитур. Ну и была какая-то зона отдыха, где можно отдохнуть, поспать. Вот и так далее. Квартира планируется не для постоянного проживания, а, знаете, так, на отдых, может быть, на сдачу. Санузел, наверное, не покажу. Здесь темно, но он, в принципе, стандартный. Какая здесь особенность в апартаментном комплексе Морави? Здесь есть возможность установить водяной полотенцесушитель. Ну, это окно такое, в принципе, большого размера, но с видом оно на вот такую террасу, на крыше, так скажем, частично. То есть это между домами такая терраса, и люди будут отдыхать. Ну, а вы здесь как бы в квартире можете за этим наблюдать, типа того что-то. Ну, вот такая квартира. Сейчас снимаем замеры и приступаем к планировочному решению, к проекту. Так как мы работаем только по проекту, ну и, в принципе, во многих комплексах, в том числе и здесь, застройщик, управляющая компания не запускает, пока у вас не будет планировочного решения, либо проекта. Итак, ребята, у нас получился такой достаточно длинный обзор. Появилась новая квартира в Моравии. Если у кого-то есть квартира, в которой нужно сделать ремонт, обращайтесь к специалистам, то есть к нашу компанию. Напомню, кстати, по поводу чернового ремонта. У нас фиксированная цена 15 тысяч за квадратный метр, но в некоторых комплексах там есть определенные родовые усложнения, которые могут повысить цену. Например, стяжка пола, либо управляющая компания со своими какими-то принципами и сложностями. Не забудьте о том, что мы делаем отложенный ремонт для наших зрителей, для наших клиентов. То есть, если у вас комплекс, который сдается буквально вот-вот, вы можете уже с нами сейчас заключить договор, перечислить нам сумму. Мы зафиксируем на эту сумму весь черновый материал. Мало ли что, может же и подняться, и всякое случается. И заняться планировочным решением, если у нас будет доступ к вашему помещению. Как только вы получаете ключи, либо как только у вас появляются деньги, в течение месяца, например, то мы можем приступить уже к работе. Я думаю, что раньше пользовался хорошо спросом именно отложенный ремонт. Много ждали людей, пока они получат ключи и так далее. Ну и сейчас почему бы не напомнить об этом. Хорошего вам правильного ремонта. Подпишитесь на наш канал. Лайк поставьте нашей бригаде, которая занимается ремонтами и нашей компанией в целом. Хорошего вам настроения. Удачи. Пока.